Здравствуйте, я Грутьев Михаил. Здравствуйте, я Реалов Денис. И у нас в гостях сегодня замечательный режиссер, актер Олег Фомин, с которым мы сегодня проведем совместную часовую тренировку. Ну что, мнишь себя держителем истории, да? Сегодня, Олег, мы с тобой попробуем учиться технике такой, мы вместе с тобой потренируемся, необычной, не спортивной техники, а уличной. Это из русского рукопашного боя ударная техника. Сначала мы с тобой поизучаем базу, вспомним, которую ты наверняка знаешь. Смотри, что я тебе сейчас покажу. Посмотри на меня в зеркало, прям вставай, вот так вот. Вот так, отлично. Смотри, локти всегда висят, это правильно, локти висят. Локти всегда перед телом. Если локоть сзади, он бесполезен. Если локоть перед телом, то он защищает бок. Вот это предплечье, оно защищает середину тела. Ты за него крячешься, если ничего надо. Отсюда все удары, чтобы были мощные удары отсюда, и двигать надо через ноги. Толкаем ногами, тогда получается мощный удар. Смотри, если на себя в зеркало, и сам себе бьешь удар в подбородок. Сам себе. Ты только толкаешь его ногой. Для того, чтобы удар был сильнее, смотри, для того, чтобы удар был сильнее, та нога, которая, та нога, которая, она должна быть сзади, ты сзади ногой толкаешь руку. Что эту руку, что эту руку все время толкаешь сзади ногой. Хорошо? Погнали. Сам себе ударил. Отлично. Теперь то же самое. Вот этой рукой вставили движение. А вторая рука не вон там, а вот здесь. Смотри, она перед подбородком. Я собранный. Я не разобранный, я собранный. Опа. Смотри. Я все время собранный. Отлично. Печень закрыта. Как только кулачок вон там, все открывается. Все открывается. И нож туда войдет, и все остальное. Все четко, все закрыто. Потихонечку. Медельно, потихонечку. Кинули раз. Проверили, ручка на месте, печень закрыта. Докрыта. Пам. Печень закрыта. Отлично. Теперь свободно, легко-легко, просто кинули, как камушек кидали. Тум-тум. Тум-тум. Раз-два. Раз-два. Четко. Здорово. Здорово. Я тебя не достаю вот так. Мне приходится включать плечо. Когда я включаю плечо, вот так. Докручивается рука. Вот для этого ручка докручивается. Тук туда. Если я ближе, мне не надо руку вот так подкрутить, вылучаются нелепые глупые удары. Потому что кулак резонтальный. Тынь-тынь-тынь-тынь. Чуть подальше. Тынь-тынь. Тынь-тынь-тынь. Тынь-тынь. Тынь. Если посмотреть хороших боксеров, все хорошие боксеры, они не тратят времени на доворот ударов. Потому что там надо очень быстро пить. Тын-тын-тын-тын. Тын-тын-тын. У них кулачки вот так. Только если на дальнюю дистанцию дамку достанет, он же доложил туда и выкручивал руку. Вот представьте себе, что машина застряла в снегу. Если ты будешь ее вот так толкать, то ты ее не не толкаешь. Что ты делаешь? Ты ногами стрелся и давай, ребята. Толкнулся. Здесь тоже самое и удар такой. Том-мь ее толкнул на бой. Том-мь ее толкнул на бой. Том-мь ее толкнул. Как бы тебя разокучивают туда, понимаешь? А чтобы ее туда вставить, ее надо туда, понимаешь? Чтобы лохоть не туда уходил, а инерцию. Дэй, дэй. Вот этот кулачок, думаю, перед тобой. Это называется центр сборки масс. Мои массы, я их собираю в один центр. Смотри. Том-тум-тум-тум. У меня каждый удар мощный. Да, да. Хорошо, хорошо. Чтобы не завариваться, надо на переднюю ножку приседать. Бам, под силу на нее не упал. Если ты не приседал, ты его вытащишь. Голову наклонил, то есть не видишь, куда бьешь. Представляешь? Пошел. Сюда смотри, куда бьешь. Увидел, тум-тум, бросил, ударил. Круто, круто. Тынь, тынь. Осторожно, я живой. Потому что смотри. Представь себе, что тебе надо сделать не два-три удара, а пять-шесть-семь-восемь. Если ты вот так разберешься, не намокаешься. А когда ты собран, раз-два-два-два-два-два-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять-два-двенадцать. Ты собран. Поэтому ты должен тебя учить, чтобы жить на место. Тик-тик. Верю. Не надо так сильно, мне больно. Второй. Я живу. Тик-тик. Верю, верю. Тень-тень. Вот, смотри, я стою. Вот так. Даже на моем теле, на моей голове никак не отражается. Тень-тень-тень-тень. Вот так, легко свободно. Тень-тень. Хорошо. Тень-тень. Нормально. Тень-тень. В одну точку. Тень-тень. Круто. Та мощный удар. Хороший удар. Хороший удар. Левый кинул, правый дал. Тень-тень. О, круто. Тень-тень. Смотри, у тебя получилось, что ты ударил сюда. Все в одну точку. А знаешь почему? Там же тело болтается. Собранный будет. Понимаешь? Когда руки не зависят от тела, они все ложатся, как иголочка колет в одну точку. Сейчас я разбрасываю. Не спеши. Тень-тень. Хорошо. Тень-тень. Круто. Вот так. Вот так меняет стойку. Это первоклассники. А бойцы меняют стойку. Вот так. Смотри. Правую ногу. К левой ноге на другую линию. Между ног, с одной плечей. А потом левую подставлю. Смотри. Раз-два. Раз-два. Это называется разножка. Тык. Тык. Посмотри, что покажу. Смотри. Вот я стою. Вот эта нога у меня впереди. Видишь? А мне ей надо ударить. Что я делаю? Смотри. Я ее меняю. А передний удар удар слабый. Чтобы не сделать быстренько задний ногой. Что я делаю? Я ее делаю задний. Раз. Это и повторяет удар. Получается. Смотри. Тэн. Тэн. И решет. Тэн. Понимаешь? Это разножка. Поэтому мы никогда люди вот так вот меняем. Мы раз-два. Раз-два. Тэн-тэн. Хороший удар. Все. Отлично. Хороший удар. Хороший удар. Ну. Сейчас я тебе покажу не очень интересные удары. Удары локтями. Эти удары локтями бьют в тайском боксе, например. Но так как бьем мы, бьют очень редко. Вот сюда мне надо ударить локтем. Я не бью вот так, как, кстати, комбок. Фу! Вкладывается. Дым вкладывается. Смотри. Удар бьет у меня не локоть, а тело через локоть. То есть участвует тело, волна. Вот там вот движение. То есть. Сюда. Сюда. Или. Сюда. Вкладывается удар. Вот этот удар мы сегодня с тобой разручиваем. Давай. Спасибо. Там. И потом вылетает рука. Смотри. Она вот так. И потом поднимаешь. Бэм. Бэм. Легко свободно. Как тело, если... Здорово. Если тело расслаблено, ты ударишь сильно. Как только тело будет зажато, ты сильно не ударишь. Подержи со мной. Посмотри. Вот подбородок. Вот. Вот. Голова, которая напротив меня. Вот она. Посмотри. Я стою. Я вот там у себя хлопаю. И кладу движение. Та-дэм. Смотри. Волчий клык. Вот я зубами вставляю морду волка. Вот тут нос. Вот два зуба. Волков не трогай. Смотри. Смотри. Морду волку. Вставил, вставил. Смотри. А потом круто. Понимаешь. Например, смотри. Волк воткрул клыки. Морду на руку. И выкрул. Это называется волчий клык. Удар. Отлично. Давай. Круто. Хороший удар. Хороший удар. Вообще извините. Молодца. Ай, ну, держи. Не надо подравлять. Смотри. Когда ты делаешь, старайся на весе держать. Веренье, давай. Чтобы тебя хватило на второй удар. Понимаешь? Если ты улетел за первым ударом, все, труба. Подумал. И после паузы ударил левый. Не сразу же, а после паузы. Изумительно. В первый раз получается. Офигеть. Давай. Блин. Вообще классный удар. Значит, здорово. Молодец. Давай еще разочек. Волна, волна в тени. Круто. Здорово. Смотри на меня. Смотри. Вот грудь показал, грудь спрятал. Почему? Смотри. Вот если я грудь показываю, положи положение натянутого лука. Понимаешь? С груди. Прямо как. И тогда будет еще мощнее удар. Ампутация головы будет. Прямо носком, ногой помоги. Вот они. Давай. Есть контакт. Тело, тело. Есть. Круто. Вот сейчас хороший. У тебя сейчас левый получился. Потому что ты бил не рукой, а телом через руку. У тебя тело сработает. Весь тело держи. Не старайся. Не на задержке. А два выдоха. Бьешь. Выдох. 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 Можно даже на одном выдохе два удара. Еще лучше будет. На одном выдохе. На меня не наступает. Так, все, все. Давай. Давай. Раз. Два. Три. Круто. Все. Все. Отдых. Мари, пока ты отдыхаешь, показываю следующий удар. Это мы сейчас тобой все изучаем удары из русского рукопашного боя. Те, которые не изучают в спорте. Вот у меня рука вот здесь. То есть я взял человека за воротничок, подтянул. Подтянул. И я бью не рукой, а телом через руку. Встал. Эээ. Не взял. И встроил движение. Что это значит? Смотри. Я не пробиваю удар вот так. Понимаешь? Ну, слабее даже. Да. Да. А я сохраняю центр тяжести за счет того, что я бью волной. Смотри. Я после этого движения могу сделать любое следующее. Смотри. Понимаешь? Очень супер. Я выстраиваю движение. Хорошо? Значит, запомни. Ты сейчас бьешь не рукой, а телом через руку. Здесь такое понятие с подтягой. Ты наносишь удар за челюсть туда. И к себе забираешь. Чтоб человек от удара упал вперед. Попробуй руку поставить вот тут. И вот от нее. И волну прямо от ноги. Пусти ее в руку. Тух. И туда, кто настаёт, настаёт. Круто. Круто. Посмотри. Что у тебя получилось? Ты ударил. И вот. И до ладони шла вон туда. А ты смотри. Вот я стою. Смотри. Да. У меня рука вот тут. Смотри. Смотри. Ты ударил. БАП! Пауза. БАП! Пауза. А у тебя, смотри. ТУ-ДУ. Смотри. Видишь? Эта рука ударила. И она ее тащит. ТУ-ДУ. Моя рука. Вот у меня рука вот здесь. Смотри, что получается. ТУ-ДУ. На нее я ногой толкаю. ТУ-ДУ. Размахнуто нет. ТУ-ДУ. Она тепла. Отсюда ее цифрованул. ТУ-ДУ. Смотри. ТУ-ДУ. Пофиг. Я даже не готовлюсь. Встал. ТУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ. Понимаешь? Вот такие движения делаем. Вот. Да, да, да. Темнее я тебе. Темнее я тебе. Да. Не загибай на тебя. Не гуляй. Вот оно. Почухал? Да. Давай. Спасибо тебе. Давай. Давай. С этой руки начинаем. Даме, даме. Круто! Вот последний, да. Почухал. Да. Вот я прошу, сейчас ты бил волной. Сейчас ты бил волной. Давай. Во! Во! Нормально, нормальный ход. Нормально. Раз. Чуть-чуть поближе замечать на сантиметр. Два. Три. Ладонь, кулак, локоть. Хорошо? Вот, смотри, ладонь от ударил, я видел, ножка работала. Когда бил кулаком, нога не работала. А когда бил локтем, опять стала работать. Во всех случаях работает нога. Не спеши. Смотри, чтобы тебя не заводило на ноги туда, не заводило, ты должен ударить волной. Тух. Смотри, вот. Понимаешь? Смотри. Вот я стою. Видишь, меня никуда не занесло. А когда сейчас вкладываю туда, ух. Волны нет, не закручу. Что ладонью удар сбоку? Что кулаком ударил ровно сбоку. Видишь, я выстрелил тело как-то. И не вот так, чтобы мне было неудобно, я туда тело выстрелил, да? И что я локтом ее пробиваю тоже ровно сбоку. Вот и все. Свобода. Круто. Я сейчас покажу, к чему ты сейчас должен стремиться. Хорошо? Другой рукой. Верю. Верю. Смотри сюда. Показывай. Правый, левый, левый, правый. Круто. Левый, правый. Здорово. Еще раз. Не спеши, не спеши. Круто. Смотри сюда. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот у меня рукой здесь, да? Я пробиваю, имея рукой вот так. А тело поворачиваю, смотри. Он. Он. Удар можно носить вот так, а можно вот так. Смотри. Потрогай. Потихонечку. Верю. Верю. Смотри, я стою. Курю. Вот оно. Оно, оно, оно. Не мышцами, не мышцами, а тело. Вот оно. Оно. Оно спотяга на себя. Спотяга. Раз. И резанул к себе. Смотри. Да, да, да. Хорошо. Так, смотри. Смотри на меня. Смотри. Пам. 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 Пам-пам-пам. Показываю. Раз. Два. Три. Смотри. Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Видел? Давай. Например, человеку наношу ударов к пузу. Он наклоняется, вот на это туда. Получается, не как бокс. Раз. А потом надо поднимать и перхот. Три. Я сыпался. Вот оно, это тело. Ты встал. Да, да. Смотри. И встроил движение. Пам-пам-пам. Пам-пам. Встроил. Микоточек. Мико. Первый раз у него получилось. Одно движение вышло, следующее. А второй раз, смотри. Раз. И потом встал рукой просто бить без тела. Все время тело. Давай. Как он у него вылетает. Тэн-тэн. Тэн. Круто. Круто. Верим. Верим. Наказывал. Пробил так. Пробил так. Пробил так. Показывай. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Не торопяйся. Одно движение вышло, следующее движение. И накапывайся через тело. И у меня волна работает. Я вот локтями удар наношу. Снизу. Сверху. Боб. И уже комбинирую. Верим. Пробиваю. Чтобы тело человеческое подстроится с любого угла. С любого угла. Не спеша. Не торопись. Когда ты четко представляешь противника, куда ему надо бить. Можно написать? Уже не знаю. Пока. Смотри. Ты должен понимать. Я локтем пробиваю в ключицу сверху. Я локтем пробиваю снизу вот так. Я локтем пробиваю вот так. Я локтем пробиваю вот так. Понимаешь? Я локтем пробиваю, как копьем вперед. Понимаешь? Я локтем пробиваю под разными углами территории, смотри, например, я стою, апперкот локтем в ведро раз, то есть открывашка вверх, открывашка, закрывашка, ушел, бам, вставляю уже руки, там-дам, смотри, подтянул, бам, строил, или вот так, бам, строил, видишь, смотри, вот это наша тема, которую я тебе показал, бам, бам, видишь, то есть все это на мешке, смотри, там-дэн-дэн, отсюда прошел, бам, смотри дальше, у меня, знаешь, смотри, бам, движение, понимаешь, к себе натянул, дам, сразу ладонь, бам, строил, дам, челюсть, локоть, бам, вышел, вынес ему, рот ему открываю, бам, в бороду, дам, добавил, одно движение, вытаскиваю следующее, понимаете, отсюда, просто рот свободно открыт, понимаешь, хорошо, отлично, 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 отлично только одна фигура – это крест. Крест-базовая фигура – это то, когда мы начинаем работать на атакующих предметах. То есть первое атакующее действие – это когда мы начинаем бить короткие атакующие действия на парень. То есть состояние вот такого пола. То есть не размашистые действия, а именно очень короткие действия. Те действия, когда противник видит всего одно, а на самом деле их два. И вот, в реальной ситуации идёт борьба – вот этот и вот этот. То есть борьба – внутренняя сторона и внешняя сторона. Сейчас, почему на палке? Потому что палка выставляет кистевой сустав очень хорошо на ударе. Давай мы с тобой попробуем первое упражнение. Это упражнение верхней грехи. Я покажу тебе. Первое движение. И второе. Помнишь, как в детстве палками бери? Вот тоже самое и здесь. Первое, второе. Старайся, чтобы тебя вместе с движением, например, налево, когда ты идёшь, уносил он налево. Когда направо, то направо. Начинаем работать. Первое, второе. Первое, второе. Отлично. Первое, второе. Отлично. Первое, второе. Смотрите. Но это не палка, это нож. Поэтому не долби по палке, как будто ты хочешь лобом проломить её. Поэтому старайся больше под нож. Смотри, палка будет свечёче равна. Будет больше управляться, если палочка у тебя будет примерно вот в таком положении. Но не вот так, не золотая. Помнишь, как с Михаилом ты был? В мяче я говорил, что вот и вы суставы, они всё время здесь. На ноже это тем более, это как панацея для того, чтобы закрыть все жизненно важные органы или с его секретом. Смотри ещё. Ножки поставь чуть-чуть поуже и немножко их подпружить, да. Первое, второе. Хорошо, отлично. Медленно. Первое, второе, третье, четвёртое. Первое, второе. Да как у нас с тобой в работе с ножом участвуют две руки, то есть я ношу два пореза и брал в контактное настранение, чтобы вынести контактный удар. Поэтому наша задача с тобой сейчас, первое — научиться работать как правой рукой, так и левой. Первая задача. Вальτιруй сустав опять перед тобой. Палки не должны находить здесь. Палки так же как и нож. Начинаем с первое, второе, третье, четвёртое. Первый, второе, третье, четвёртое, тревдор. Хорошо. На живом бою используем разные сектора. То есть, если мы работаем в этот сектор, то и обязательно должно быть нижний сектор. То есть, порезка лицевого сектора, также ноги. Мы мирно принимаем и всё находится на запасных людей, поэтому об этом надо не забывать. Смотри, что будет делать сейчас.. чтобыойти с麁. Первый сектор. Второй секта. Третий. Четыррей. Второй. Другой. Четвертый. Первый. Другий. Четвертый. Второй. Отр Dontich. Стойка. Правый и в rural куда посмеет. Чуть-чуть вперед. В активы из уста выйти как будто читаешь книжку. То есть вот состояние книжки. Для чего? Вот, посмотри. Когда я читаю книжку, я закрыл себе все, все что можно. Второй момент. НожENE. Ножнее находится примерно на лицевом сектаре. Почему? Почему? Если нож находится на лицевом секторе, и у тебя идет какой-то поражающий ток, то в любом случае отрадишь. Даже если ничего не знаешь о ножах. В любом случае рука пойдет сюда, в другую руку. Если нож здесь, и начинается, например, какая-то перехватывающая атака, будет крайне тяжело. Второй момент. Лицевой сектор – это зона повышенной опасности. То есть любой порез – это сразу отвлечение, это сразу идет уже адреналин. То есть у человека начинает вытирать, удырать, отвлекаться. Нож желательно зажимаем так, как ты будешь держать ручку дипломата, ручку портфеля, как ты открываешь двери автомобиля. То есть вот таким хватом. Простым, обычным деревенским хватом. Простым. Почему не так? Почему как-то не экзотично? Потому что так у меня работают пальцы не полностью. То есть не полная процентовка идет работы пальцев. Так у меня полностью вся пятерня зажимается в руку, я от ножа, для того, чтобы нанести хороший палец. А теперь мы с тобой попробуем, как на палках, делаем крест. Посмотри. Состояние такого плана, чтобы движение было крайне короткое. Раз-два. 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 Обрати внимание, нож не должен уходить сюда. Мы все время с тобой работаем вот в этом положении. В этом положении. В этом положении. Да. Чтобы была четкая картина боя. Смотри. При движениях ты размыкаешь кистевой сустав. Не размыкай. Сильно не держи. Принцип как с птичкой. Да? Сильно задавишь, она убьешь. А ты сильно отпустишь, улети. Работаем. Два. Отлично. Два. Отлично. Раз-два. Отлично. Смотри. Зачем я делаю вот такие моменты хлопки по плечу? Таким образом я набираю скорость. То есть если я бью одной рукой, это одна скорость. Если я набираю, соединяю плечи в один пучок, то я, да-да-да, увеличу, почувствую, да. Как скоростной режим сразу же увеличивается. Да-да-да. Второй момент. Ну это психологическая штука. Когда ты начинаешь себя немножко подбивать, ты взбодриваешь. Особенно взбодрить свою центральную систему. Бам! 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 Молодец. Отлично. Единственный момент. Не размыкайте вы суставы. Всегда помни о защите. Как тебе ты бьешь, так и бьют тебя. Подшагание вперед и атака. Подшагание вперед и атака. Смотри. Не показывай как боксить. Не показывай свой удар. То есть первый удар он должен вообще быть непонятный для человека. Бам! 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 И очень коротко. И очень коротко. Шею закрываю вату. Гарда. Гарда. Ну ты понимаешь что это такое. Должна хриваться в мягкую часть между указателем и большим пальцем. Видишь? Если можно представить вот этот ромб. Вот он ромбик. Это как раз вершина ромба и конец ромба. То есть примерно. Тогда ты будешь все что-то не так располагать, не так, а именно по вершине ромба. Это информация. То есть ты взбиваешь у человека информацию. Таким образом. Вот я стою вот так. Нож у меня вот здесь. Это одна информация. Нож вот здесь. Это другая информация. Понимаем, да? И вот. Нож вот так. Это третья информация. Когда нож вот так. Вот как раз ты забираешь внимание вот на эту часть. Забрал внимание. Выиграл время. Хорошо. 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 Срезаешь. Если мы говорим про нарезку. Мы срезаем. Мы срезаем. Первая, вторая, третья, четвертая. Первая, вторая, третья, четвертая. Первая, вторая, третья, четвертая. Отлично. А теперь ты правильно задал вопрос по поводу второй руки. Значит смотри. Вторая рука у нас будет делать контроль отражения либо прижатия. Тот же самое действие только мы добавляем в вторую руку. Вторую руку вставляем и контролируем первую руку. Посмотри. Первое, второе, контроль. Когда я контролирую тебя вот в этой зоне, отвернуть резко уже не получится. Что мы делаем? Смотри, еще раз, смотри. Первое, второе, третье. Первая, внутренняя сторона. Внешний борец. Контроль. И контроль противового сустава либо в районе, например, 30. Просто. Еще раз. Первый, второй, третий. Думай о защите. Первый, второй, третий. Думай о защите. Первый, второй, третий. Думай о защите. Сейчас пару-тройку раз, но очень быстро. Активно быстро. Как будто тебя действительно будет сейчас ведать. Работает. Отлично. Еще раз. Отлично. Еще раз. Хорошо. Стой-ка опять. Ширина плеч, ширина плеч. Что бы ты ни делал, ширина плеч сохраняется. То есть ноги. На широком подход. Первое. Могут выпить ногу по цепам. Второй момент, ты можешь сам поскользиться, например, на сушкользкой поверхности. Третий момент, если ты работаешь, например, на личный марш, ты работаешь где-то в узкой площадке. Такая постановка ног может для тебя быть последней. Ты готовились. Третий, отлично. Третий, стойка. Стойка, положение, закрытость. Думай об этом, просто думай об этом. Теперь посмотри. Первый, второй, третий, ты проконтролировал. Дальше, естественно, пойдет удар. То есть тебе нужно доработать ситуацию. Первый, второй, третий, и дальше пойдет уже удар. Удар мы должны сделать так, чтобы его никто не увидел. То есть задача, чтобы не увидел противник удара. Если ты будешь размахиваться, естественно, возможно, что противник увидит этот удар и сделает блок. Какой-то блок, либо пренежетие. Поэтому после второго удара сразу же рука вернулась, и она сделала короткое действие. То есть она не отводится в руке. И здесь не требуется очень большого отвода, потому что здесь мягкие ткани. Попробуй. Первое, второе, третье. А контроль? Ты должен думать о контроле. Если бы он был контролем, рука вернулась. Человек, это не кукла, он стоит и двигается. Раз, два, три. Контроль, контроль. Контролирует, нажимает. Раз, два, три. Раз, два, три. Супер. А теперь давай попробуем с тобой свой стыгяночка. Работает. Два, три. Отлично. А что опять забыл сделать? Давай думай сам. Равновесие. Равновесие, ладно. Это фиг с ним пока. Контроль. Контроль. Это хрен с ним. Боюсь, все бывает. Но контроль ты должен делать постоянно. Ты должен постоянно думать о том, как ты берешь руку. Как ты ее контролируешь, потому что здесь вооруженная рука. Если она останется хоть на минуту свободной, все. Знаешь, в чем плохо здесь? Потому что здесь сразу упадет вот эта тема. То есть, если бы она пошла вот так, это можно было еще полгода, но она пойдет сразу по шее. Тебе это не надо. Смотри, чтобы не замыкать, есть такая работа, работа называется центральная система. Центральная система замыкается, если ты бьешь один удар, всего один удар. Поэтому Миша тебе говорил, нужно сразу бить немного планового удара. Поэтому не бей один удар, бей два удара. Первый, второй. С точки зрения тактики, почему два удара? Что здесь у нас находится в основном? Да, пряжка ремья. Первый удар может попасть в пряжку, либо в открытую зону. Поэтому мы так добавляем вот сюда. То есть чуть-чуть спускаем удар ниже. Не наверх, потому что наверх это будет натяжение ключа, а именно вниз. Примерно где-то вот сюда, вот тут вот. Пробуйте. И два удара. Два удара, смотри, они не делаются большими, не делаются короткими. Бам-бам, бам-бам, бам-бам. Давай, второе, третье, да, отлично. Три. Хорошо. Вопрос. Если группа, что я буду делать? То же самое. Здесь уже колючий удар не пойдет по одной простой включении, потому что твою руку можно заблокировать на этом действии. То есть поймать, ты застрянешь в форме одежды. Поэтому если, например, два-три человека, мне придется проходить через человека. Каким образом это будет делать? Пока в стопе. Первое, второе, контроль локтя. Третье. И ты порезал. Понял, да? Моя задача вывести минимально противника из троя. Но в то же время, что одну опору я слезаю. Получается, что у нас, смотри. Первое, второе, контроль. Третье. И ты прошел. Раз, два. И ногу. Да. Когда мы проходим через ногу, обратите внимание, что происходит. Как нож накладывается. У него здесь лучше упереть и проработать. Тогда болезнь будет наиболее новым. Первое, второе, третье. Да. И сразу смотри на периферию. Первое, второе, третье. Да. Еще раз. Первое, второе, третье. Опять. Держи руки все время здесь. Вот посмотри. Что бы ты ни делал, то есть как бы ты ни бил. Ты бьешь. Так, 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 так. Все время ручки у тебя вот здесь, и они закрыты. И ручки у тебя закрывают. Да. Продолжай смотреть на меня. Все делаешь классно, здорово. Но не смотри. Смотри вперед. Смотри на окружающие предметы. Сейчас голову скажу, спроси. Давай. Отойди. Отойди. Смотри на меня. Смотри. Смотри. Пошло движение. Вот да, хорошо. Спасибо. Ну что? Ну вот, мы только что закончили занятие. И вот и хотим спросить у Олега, как он себя чувствует. Как, Олег? Я на этот вопрос, наверное, отвечу завтра, как я буду себя чувствовать. Все это проявится. Скажи, есть у тебя понимание, что чему-то научился сегодня, чего-то или еще что-то? Зря ты приехал или не зря? Нет, я приехал не зря, и хочется еще приехать, еще в этом почувствовать себя. Очень не люблю, когда я что-то не умею. Но если вдруг что-то получается, то сразу тамбовский азарт включается, и хочется добиться совершенства. Хотя бы в малое. Я уже не говорю так, как вы это умеете делать, но хотя бы так, чтобы на что-то похоже, чтобы за это было не стыдно. Олег, спасибо тебе большое, что ты приехал. Спасибо. Поздравляем тебя с первым занятием. И 35 лет в кино. Да-да-да, 35 лет в кино в этом году. Так что поздравляем еще раз. Поздравляем еще раз. Всего доброго. Всего доброго.